Олег Нет смысла представлять опять? Олег, да? Нет, вы тоже на первую очередь Вторая лекция Ну хорошо, тогда я начну Значит, первая лекция у нас была посвящена знакомству с основами спутников наблюдений цвета океана А сегодня мы уже более в прикладном плане Как получать спутниковые данные Какие спутниковые данные есть И как их можно использовать Ну я вот не охотом на прошлой лекции говорил о достоинствах спутниковых наблюдений цвета океана Ну уместно, наверное, еще раз повторить Значит, вот это, наверное, самое такое важное отличительное преимущество Это способность излучения в видимом области спектра проходить поверхность моря с малой потерью В отличие от всех остальных видов излучений И выходить обратно Выходить обратно Что еще важно Выходить обратно и даже достигать спутникового датчика Вот это вот главная отличительная особенность Ну и, по-видимому, главная достоинство Поскольку оно вот Я говорю, присущий сканерам цвет Значит, вот излучение, которое вошло в водную толщину Значит, там оно продвигалось вниз Как глубоко, спросите вы Это зависит от того, какие оптические свойства Если вода чистая Ну, несколько десяток метров будет тянуться в воду Если вода мутная Ну, можно сказать, что там слое Десяток сантиметров И вот То, что идет назад к поверхности Это происходит излучение, рассеянное назад Оно уже несет в себе информацию о том, что есть в этом слое И эта вот информация, она может быть Ну, после того, как она достигнет спутникового датчика Значит, спутниковый сигнал очистит от атмосферных влияний От поверхности То есть проведут атмосферную коррекцию, чем я говорил в прошлый раз Вот этот полезный сигнал можно уже анализировать И извлекать много полезной информации Но об этом я буду говорить дальше Второе вот достоинство, важное достоинство Это то, что спутниковые скаймеры света Наряду с инфракрасными радиометрами, которые меряют температуру поверхности океана Они наиболее эффективны с экономической точки зрения Почему? А потому, что там только есть приемник излучения А источник излучения Солнышко, солнце бесплатно, пожалуйста А вот, скажем, радиолокаторы Это активный метод, там должен стоять излучатель Теперь вот это тоже как бы уже практически важное для нас всех, кто хочет использовать спутниковые данные То, что их можно получать бесплатно Бесплатно, через интернет, в течение суток после измерения Вот первый спутниковый скаймер цвета, ну вернее не первый, нет, не первый Скаймер цвета Севис, ну он такой как бы с второго поколения уже Он был не за деньги Но, значит, ну я о нем, ладно, я не буду сейчас Я как дальше буду говорить Потом А потом за деньги? А? Сейчас мы до него найдем Я расскажу Вот Значит Бесплатная И вот Полоса Ой Полоса обзора Полоса обзора, видите Видите Больше Порядка Полутора тысяч километров Вот Даже больше А вот, скажем, у радаров с интеллированной апертурой, ну они лучше дают разрешение Ну, зато и полоса уже, это как бы взаимосвязанные вещи Ну, есть пятьдесят метров И там, обычный стандарт, это все-таки один километр Ну, есть и недостаток, который очень существенный И, конечно, тут проигрывают сканеры цвета, проигрывают вот микроволновые приборы Микроволновое излучение для них, для него облачность прозрачна А для видимого, инфрографного, кстати, это непреодолимое приказание Теперь, вот, первый спутниковый сканер цвета океана Сканер цвета прибрежной зоны Close-to-zone color-scaner Был запущен в 78-м году У него очень интересная судьба Ну, во-первых, его как бы не все соглашались с тем, что надо запускать такой сканер Вот мне довелось встречаться, можно сказать, с отцом основателем этого сканера, Голдом Дорген, который был в своем сфере идеологии осуществил. Вот он рассказывал, сколько прочих трудов этот Дорген, зачем это нужно. Ну ладно, запустим, как демонстрационно-методически. То есть покажет, что есть такие приборы, и методически, значит, что-то там выясним. Ну годик полетает, и хорошо. А прибор, видите, отлетал почти восемь лет. С 1978 по 1986 год. И дал огромное количество информации о цвете океана. И все увидели, насколько эта информация полезна. И вот он проложил дорогу всем будущим сканерам цвета. Опять же, Голдом Дорген, я говорю, известный биолог, который в начале был в оппозиции. Он потом назвал, вот работа этого сканера, пятерки самых главных открытий морской биологии за прошедшие 50 лет. Ну и действительно, это был прорыв. Это был прорыв. Ну вот опыт ССС позволил, во-первых, очертить круг приоритетных задач. Стало ясно, что можно ожидать от этих данных. Дальше. Сформулировать требования к будущему спутникам с камерами цвета. И вот последнее, очень важно. Сформулировать требования к обеспечению спутников измерения и использованию спутников издавок. Это, к сожалению, то, что не используется по российским спутниковым приборам. Это с советских времен началось. Там запустили железняку в космос, отрапортовали и забыли. Вообще, вроде как, ничего запускали. Ну, правда, вот метеор потом. Хотя, в свое время, академик Орд сказал, что метеор нанес, как бы он говорился. Да, что-то исключительно высокий экономический ущерб. Ну, неважно. Ладно. Значит, вот поэтому ССС, как пионер вообще спутникового скаймера цвета, он, конечно, был очень важен. После этого, значит, действительно стали анализировать эти данные. Многое, что вызвалось, какие недостатки, значит, какие каналы используют спектральные. Вот была создана такая рабочая группа. Вот она называлась, это Ocean Calo Coordinating Group, ICCG. Которая, вот, разработала, значит, требник спектрального канала спутникового скаймера цвета. Ну, тут, как-то не очень удобно. Обычно привыкли идти от коротких в длину. Но это не важно. Длинный, много. Значит, вот возможные варианты. Вот самый простой вариант. Значит, вот. На самом деле, если мы говорим о приборах видимого диапазона, то очень много хороших приборов летает. Причем с высоким спектральным разрешением. Знаете, сейчас разрешение вообще фантастика. Там лучше, чем полметра из космоса можно. Вот. Но их нельзя назвать камерами цвета. Почему? А потому, что мы говорим, цвет океана. А что такое цвет океана? Кто мне может сказать? Значит, если вы стоите где-нибудь там, не знаю, хотите на борту в судно, хотите там, смотрите на воду, но она имеет какой-то цвет. Ну, вот вы начинаете переводить взгляд куда-то там под углом и цвет-то изменится. То есть, это вроде как и не цвет. Цвет что-то неотъемлемо присуще. Ну, вот да. Или если вы нальете вот стакан воды, в стакан нальете морскую воду. Ну, посмотрите. Цвет вы видите тоже, в общем-то, она очень морская. Прозрачная вода. А что такое, ну, будем говорить, истинный цвет океана? Истинный цвет океана для того, чтобы увидеть, надо опустить голову или прибор под поверхность океана. Вот. И тогда вы увидите, уже влияние поверхности исключено. И вы увидите, значит, можно измерить фильтральный состав, который характеризует истинный цвет океана. Поэтому, когда мы говорим о сканерах цвета, мы подразумеваем прибор, который может осуществить атмосферную коррекцию. То есть, убрать атмосферу и поверхность и вот извлечь информацию о фильтральной характеристике от истинного цвета океана. Вот. И вот тут возникает определенное требование. Значит, вот эти каналы верхние, они предназначены для атмосферной коррекции как раз ближненька. А эти каналы, они несут информацию о том веществе, который нас интересует. Там, какие-то планктон, там, грешные частицы, органическое вещество. Ну, вот минимальный набор, это два канала для атмосферной коррекции и два канала для биоптических параметров. Ну, а дальше можно расширять уже, вот, уже как бы есть более полный вариант. Ну, вот скажем, вот это. Значит, вот три канала для атмосферной коррекции, три канала для воды, это биоптических параметров. Ну, вот теперь мы переходим к спутниковому сканеру CVX. Значит, ну, вот я продолжу, да, еще иначе. Значит, CVX, это вообще первый спутниковый прибор, который был сделан и запущен в частной компании. Сначала она называлась C-STAR, а потом стала называться OVU. Значит, ну, NASA вложила в это 80 миллионов рублей и за это получила право получать данные бесплатно для научных исследований. А вообще эти данные предназначены были для коммерческого использования. Вот что, да. Кто покупатель? Рыблоевские компании. Я как-то на совещании, вот, оказался рядом случайного человека, вот, представитель рыблоевской компании из San Diego. Вот. Пять тысяч долларов в год. И данные, значит, доступны. Причем, значит, доступны прямо сразу, практически, вот, в это реальное время. А это очень важно. Вот об этом много уже просто сейчас публикаций, которые показывают, что, наблюдая цвет океана, можно очень хорошо найти район, где надо рыб ловить. Вот. Ну, я в прошлый раз говорил, значит, синий цвет, это цвет океанской пустыни. А вот зеленый цвет, это как раз продуктивные воды. А что значит продуктивные? Это, значит, создается первичная продукция. Первичная продукция фитопланктона. Фитопланктоны, это мельчайшие водоросли. Их кушает зоопланктон. Зоопланктон, это мельчайшие организмы. Там рачки мелкие. А уже рыбы, значит, кушают зоопланктон. Правда, есть рыбки, которые непосредственно едят напрямую от фитопланктон. Это вот знаменитый амчоуз, который вот в огромных количествах по побережью Перу водится. Он ест, прямо питается фитопланктон. И он определяет вообще вот все это. То есть, ну, вы слышали, да, явление там ленини, ланини. То есть, когда вот это вот исчезает аппель, то все, приходит сразу в ужасное состояние. Поскольку, значит, для фитопланктона нет условий. Соответственно, значит, зоопланктону нечего есть. И рыбе нечего есть. Вот, а еще есть птицы, которые едят рыбу и создают глаану. Который широко используется там как изобрет. То есть, вот, это как бы пищевая цель в океане. Ну, ладно, это я отвлекся. Короче говоря, значит, вот Сививс предназначен был для коммерческого использования. Вот. А для научных целей сдвиг. Для научных целей данные были доступны только через две недели. После того, как это. Но, правда, исключение, если вот идет экспедиция, в которой хочется там исследовать алгоритмы, то за нее данные предоставляются. Но по специальному согласованию. Вот. И вначале Сививс брал, ну, в общем, ограничений-то не было. Надо было просто написать, что ты не будешь эти данные использовать для коммерческих и военных целей. И, может, значит, станешь авторизированным пользователем. И тогда данные. А МОНИС вот следующий я покажу. Пожалуйста, любой залезает в интернет и скачивает, пожалуйста. Вот в этом отношении американское. МОНИС. МОНИС. Это европейский уже спутник. Я потом тоже его. Его уже не обсудил. Там они вначале вот ограничения были. Ну, сейчас вот они. Ну, сейчас его нет, но незадолго до его кончины данные стали свободы. Значит, вот видите, каналы практически точно как рекомендованы. Вот этот не очень удачный канал оказался для атмосферной коррекции. Кстати, рекомендация была другая. Потому что он упадает на полосу поглощения кислорода в атмосфере. Где-то сюда и туда. Обратите внимание. Вот посмотрите. Отношение сигнал-шум. Видите, какое отношение? Там, 500 примерно и больше. Ну, это очень высокое отношение. Значит, ошибка там одна... Ну, две тысячи. Много процента. А вот и высоки очень требования к абсолютной ошибке измерений. Лучше 5% для каждого из канала. Относительная ошибка лучше одного процента. Ну, это такой момент важный. Это долго надо объяснять почему. Но это тоже важно. И вот, наконец, разрешение. Значит, разрешение в надежду. То есть, когда вертикально вниз смотрим. Значит, два режима есть. Один режим есть. Лег. Лег это Local Area Carver. То есть, в таком локальном режиме. Локальный это означает, что... Я объясню, в чем проблема, чтобы сразу выполнить. Значит, не хватало просто памяти на борту. Поэтому, если бы... Он может мерить вот с таким вот разрешением. Один на один километр. Но тогда память переполняется. Поэтому вот с таким разрешением он измерял только вот в режиме связи. В режиме связи с наземной станцией. Когда он мог сбрасывать информацию. А когда он там был открытым океаном. И нет сообщения с приемной станцией. Тогда он брал каждый шестнадцатый. Ну, элемент разрешения называется пиксел. Значит, получался четыре с половиной километра. Вот так он выглядел. С камер цветов Сивирс. У него было еще одно важное преимущество. Кто слушал мою вчерашнюю лекцию. Тот, может быть, обратил внимание на то, что очень важно... Вот была важная проблема. Это солнечный блик. Вот для некоторых солнечный блик это друг. А для световых измерений это новое. Вот. И с ним очень трудно бороться. Вот скажем, там модель дальше будет. Если вы будете смотреть на его изображение. Вы увидите такой эллипс на поверхности. Где данных нет. Потому что, ну вот, блик все забивает. Нет данных. А Сивирс, Сивирс, он имел так называемый тилтинг. То есть он мог отклоняться плюс-минус двадцать градусов от вертикали. Поэтому он на два звезда входил под солнечный блик. Поэтому вот у него нет таких незаконных глаз. Ну, можно сказать, почти. Ну вот, это еще. Да, прибор, конечно, исключительный. Это вообще, на мой взгляд, до сих пор лучший спутниковый станет цветом. Ну, тут, как бы не было счастья, да несчастье помогло. Его запуск был намечен на октябрь девяносто третьего года. А взлетел он первого августа девяносто седьмого года. Вот эти почти четыре года, которые им оказались. Команда была очень хорошая вот технически. А за это время они, конечно, прибор вылезли во всех отношениях. И вот там даже полализация. И там еще есть такой, там, фрилай, попадание света от соседних ядов, шпикселей. Вот. И вот, значит, то, что я говорю. Тилтинг. Ну, скажем, вот фильтры. Фильтры. Кто как-то имеет дело с оптикой, он понимает, что это такое. Вот видите спектральные диапазоны. А есть хвосты. Каждый фильтр применяет хвост. Так вот здесь хвосты за пределы. Здесь минус шестой. Это вообще очень высокая качество. Ну вот, теперь, значит, что же нужно для того, чтобы получать качественный геофизический продукт. Ну, во-первых, значит, выбрать оптимальный образом спектральные каналы. И они должны удовлетворять вот этим требованиям. Качественным, чтобы не впадал. Это... Как он там называется? Ну, в общем, свет из других нейтральных областей. Аутор-бенд литит что-то вот так. Ну, неважно. Вот. Потом, значит, вот обеспечение радиометрической точности. Я на прошлой лекции говорил, поскольку нам приходится вычитать близкие величины, то ошибка для разности. Если эти величины известны с плохой точностью, то, значит, она оказывается очень велика. Поэтому вот требуем такие высокие. Ну, как же 5% в точности абсолютной калибровки. Вот. И 1% для относительных. Очень важно контролировать калибровку спутникового датчика в период работы на орбите. То есть, калибровка осуществлялась, ну, во-первых, очень долго до того, как его запустили. Причем, значит, это называлось round-probing calibration. Когда калибровались одновременно и спутниковые измерители, и приборы, которые будут использованы для спутниковых измерений, чтобы они были как бы это направо настроенные, в общем. Вот. И повторялось это много раз. И, в общем, они вышли. Сначала была не очень высокая точность, а потом вышли на вот эту высокую точность. Там порядка 3% стало абсолютно. Вот. А вот, значит, опыт СССР показал, что за время полета происходит деградация. Деградация спутниковых датчика. Изменяется чувствительно. И вот как с этим бороться? Значит, если у вас есть внутренняя калибровка, многие используют. Значит, что значит внутренняя калибровка? Это значит, внутри прибора эталонная лампа. Значит, вот цикл измерений состоит в том, что там измеряется темновой ток, когда перекрыт. Потом сами измерения сигнал, который идет снизу. И потом, значит, вот две эталонные лампы, значит, вот их измеряют. Но при этом остается мне контроль иллюминатор. А иллюминатор тоже может деградировать. Надо контролировать иллюминатор. Тогда, значит, вот для СССР придумали клейбровку по Солнцу. То есть на каждом цикле, где-то там у Южного полюса, он, значит, поворачивался и на Солнце нацеливался. Значит, Солнце, оно стабильно. Солнечную клейбровку. Но выяснилось, что... Ну, для этого надо было ставить диффузор. Потому что прямой солнечный свет, он забьет дальше. Ставить такой специальный диффузор рассеять. Ну и кроме того, вообще рассеять. Вот. И выяснилось, что под действием Солнца это диффузор деградирует. Ты же надо диффузор контролировать. Вот такие проблемы. Ну и что делать? А тогда, значит, вот. А будем проверять по Луне. Луна там мягкая и не разрушает ничего. Но это уже не на каждом литке, а там раз вместо. Так что вот такие вот проблемы. Так, дальше, значит... А, ну кроме того, вот я покажу дальше, вот, какая калибровка все-таки оказалась лучше. Значит, вот очень важно, конечно, иметь качественный алгоритм. Как атмосферная коррекция, так и биоптическая. И они, конечно, должны быть адаптированы к прибору. То есть правильным каналом его, головым конфертистом. Дальше нужна дополнительная информация для обработки спутниковых данных. Ну, я вчера об этом говорил. Значит, данные о содержании озона. Насколько озон, помимо того, что ультрафиолет сильно поглощает, он еще и имеет полосу поглощения в виде новости. Полоса шпи. Значит, атмосферное давление очень важно для того, чтобы рассчитывать вот эту рельефскую атмосферу, которую нам надо знать в точности лучшего 1%. Относительная влажность, потому что водяной пар тоже влияет. Ну и скорость ветра, это вот для того, чтобы вклад от поверхности оценивали. Ну, скорость ветра, я вам говорил, куда она берется. Хотя, вообще говоря, надо было бы оценить мгновенную скорость ветра. Вот мы, кстати, в этом направлении работали. Мне сами мерекаются, чтобы к приборным данным. Но сейчас вот эта скорость ветра берется от метеорологических центров 1 раз в 3 часа. И, значит, там где-то только стоишь больше и больше. А нужно ветер вот мгновенно, потому что ряд в основном пределах. Ну и, наконец, вот нужна тщательная верификация алгоритмов по данным натурных измерений для различных гидрометрологических и экологических условий и знать оценку точности. Это вот наши западные, мол, восточные меньшинственные коллеги, они на этом зацепили. Отцепили, если им подавать то, что с какой ошибкой получаются данные. А их оценить очень непросто. Очень непросто. Вот такая схема, которая показывает, как показывает организацию получения, обработки и рефиктации спутников данных. Вот сам спутник. Значит, он посылает информацию на наземные станции. Их три, как бы, главных. Это про Севисович идет. Это Годорский центр космических полетов НАСА в Вашингтоне. Это вот приемная станция вот этой компании. Ну, здесь Orbital Science Corporation. Старое название, сейчас его приемлю. Это вот другая база. Это называется Developed Life Facility на берегу Атлантического океана. И, наконец, HRPT Station. HRPT означает High Resolution Picture Transmission. Вот таких станций много. Они по всему миру, с тем, чтобы вот как можно больше получать информацию о режиме Миланка. Ну, и это порядка тысячи километров радиус охвата. То есть, в общем-то, кроме открытых океанов, практически все перекрывается. Значит, вот замечательная конструкция, которая используется для калибровки и верификации спутниковых данных. Это Буй. Но я вам его позже покажу. Значит, Marine Optical Buyer. Он стоит в Тихом океане около Гавайских островов и непрерывно производит измерения. Спутник над ним пролетает, значит, есть совместные измерения. Суда. 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 Научные следствия суда, которые проводят измерения тоже вот под спутниковые для того, чтобы оценивать и разрабатывать алгоритмы. Значит, я уже говорил на прошлой лекции, что их много. То есть, американцы собрали в такую международную команду большую. Поскольку это дорогой, да? Судно. 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 Один день работы судно. Стоит 25 тысяч долларов. 25 тысяч долларов. Поэтому вот, ну, процент небольшой. Проводить экспедиции – дорогое удовольствие. Да. Поэтому, значит, вот были мобилизованы ресурсы. То есть, в разных странах проводили вот такие измерения по спутникам. И вот схема, значит, передачи информации. Значит, вот это как бы то, что связано с обработкой данных. Значит, данные. Data processing, обработка данных. Ну, это Mission Operation. Это, значит, там контроль всяких и управление работы приборов. Калибровка и валидация, квалификация. Ну, и вот, значит, Science Community – научная сообщество данных. Ну, а здесь тоже, значит, вот данные получены. Их, значит, надо обработать, оценить ошибки. Значит, вот одновременно идет анализ на измерение in situ, то есть, непосредственно море, частицы, пигменты. Значит, состояние неба и погоды яркости. Гидрология. Минститутская интерметрия. То есть, вот такая вот очень сложная и хорошо организованная система. Но именно наличие такой системы определило успех, в общем, этих всех исследований. А вот это буй. Вот видите, какой буй. Значит, здесь стоят оптические датчики на разной глубине. Значит, информация передается по оптическому волокну. Яркость и измеряется облученность. Вот коллектор падающей на поверхность облученности. Значит, это, ну, это какие-то передатчики. Ну, а здесь вот производится измерение яркости восходящего излучения и облученности уже ниже. Сейчас, конечно, поеду, поеду. Значит, район выбран не случайно. Потому что, если вы хотите калибровать спутников и дальше, то вам нужно очень точно измерять вот все, как бы, параметры. Ну, вот атмосфера. Атмосфера изменчива. Поэтому нужно было найти место, где атмосфера стабильна и прозрачна. Гавайские острова – это вот как раз такое место. Значит, вот здесь остров Ланай. Здесь стоит, ну, вот вчера я о нем упоминал, это аэрозольный спектр фотоника, который измеряет электрические атмосферы. Ну, расстояние всего 13 морских минут. Значит, ну и вода тоже должна быть стабильна и желательно прозрачна. Потому что вот гидрозоль там, фит-портон – это все изменчивые факторы. Мы хотим, чтобы у нас были стабильные условия. И это, вот это вот работает. То есть, вот калибровка Севис и других шла вот через этот буль. То есть, ну, как вот, сравнивали пролет, то, что измеряет спутник пролетаемого атмосфера, и то, что измеряет буль. Ну и, значит, там, это… Конечно, разброс есть, но отбирали там некоторые нынешние значения там. И вот, как бы это считалось, соответствует тому, что… Ну, исключение у нас вот этих всех факторов. Которые, в принципе, могут только увеличивать, они не мешают. Теперь про действующие спутниковые скандеры. Значит, здесь, к сожалению, нет Севисса. И не так давно тоже перестал работать спутник «Европейский» ИСА, Европейского космического агентства назывался. Он спутник «Большой» Инвесад. А на нем был сканер цвета «Мерис» оставался. Ну, вот видите, сейчас тоже все это пригорства достаточно. Но другое дело, что не все данные доступны. Ну, больше всего американских пригор. Значит, ну, сейчас по порядку. Значит, вот «Модис Аква» и «Модис Терр». Посмотри, в 99-м году запущены «Модис Терр». «Модис Аква» тоже не елыша. В 2002-м году. Вот «Мерис» был запущен практически чуть позже на «Мерис». Но перестал работать дальше. Вот. Ну, и вот этот вот прибор. Вот этот вот прибор. Четвертый американский прибор. Ну, вернее, пока третий. Значит, называется «Хайка». Это, обратите внимание, вот видите здесь, 124 спектральный канал. Это гиперспектральный прибор. 124 канал. Вот если вы там 700 разделите на 124, то, грубо говоря, 6 на метр с продвижением поля. Обратите внимание, это мы об этом сейчас поговорим, на их полярные орбиты, у большинства, но есть исключение. Вот этот 51,6 градусов, он установлен на вот этой вот Международной космической станции. Международной космической станции International Space Station. Значит, это данные, к сожалению, ну, в принципе, можно их получить, как мы и говорили, но вообще они, видите, ОНР – это Office of Naval Research, DOD – Department of Defense, то есть это Министерство обороны и военно-морской флот, поэтому он в основном как-то нацелил такие приходные задачи. Значит, он дает данные. Полоса обзора маленькая, поскольку разрешение достаточно высокое, 100 метров. Он предназначен в основном, он работает по заказу, то есть не то, что он все время проводит, он помещается как так вот, но он, конечно, въезжает. Вот, а станция просто, вот она, не в полярной орбите, а вот наклонная орбита, в пределах 51,6 – северной высотой с южной широкой. Теперь, вот это новый прибор, его недавно запустили, видите, ну, год назад, значит, называется LIARS. LIARS, значит, американцы планируют создание оперативной системы. Значит, три могучих ведомства участвуют в создании этой системы. это НАСА, это НОО, НОО, National Oceanic and Atmosphere Administration. Ну, как бы аналог нашего Росгидромета, но тут, конечно, больше мощный, больше уровень. И, опять же, министерство обороны. Значит, оперативная система, которая, вот как, ну, что значит, оперативная, ну, да, метеорологические спутники оперативной системы дают постоянную информацию. Куда будет входить и сканер цвета, он тоже будет в этой системе служен давать оперативную информацию. Вот. Этот вот, я уж не помню, как точно называется, но смысл в том, что это предварительная миссия. То есть, он пока, как бы, ну, в тестовом режиме. Но он пока еще данных, в общем, не работает на полных, пока данных у него нет, вполне возможно. Но данные будут доступны. Вот 4 американских прибора. Обратите внимание, 3 китайца. Но они данные не дают. Можно сильно попросить. Ну, так вот, свободно получается, как американцы. Вот. Вот. Ну, и есть и французский, это полиализационный прибор. КНЕС – это французское космическое агентство. Есть индийских, два, между прочим. Ну, и вот, Южная Корея. Южная Корея – замечательный прибор. Тоже. Это первый в мире прибор, в качестве цвета, который установлен на геоскационарные спутники. Ну, это я потом не узнаю. Вот. МОДИС ТЕРА, МОДИС АКВА, и вот, спокойный инвесант. Это большие спутниковые системы. То есть, вот, СИВИПС. Спутник вот этот, вот, ОРКВЮ, там только один прибор стоял. СИВИПС. А на этом спутнике, видите, точно так же, как на инвесате, приборов много. Но, с одной стороны, это полезно. Потому что, вот, скажем, хороший прибор, СИВИПС. Вы его используете, да? ЭТО. 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 можно использовать для моря, они хорошие каналы, они чем хороши тем, что здесь разрешение есть 50 метров, вот эти 500 метров, а эти каналы морские 1 планеты, но здесь тоже, видите, ну во-первых, тоже высокое отношение сигнал шума, еще выше, чем все весы, вот для морских каналов, видите, там помните, порядка 500, а здесь вот уже порядка 800, вот, ну и, кроме того, значит, каналов больше, населился, видимо, в области 6 каналов, а здесь, сейчас еще даже добавилось, они стали брать каналы вот эти вот, с хорошим разрешением, кто-то там учитывает, еще там, ну в общем, сейчас 10 каналов, да, и вот для атмосферной коррекции, кроме того, вот здесь есть канал, который измеряет хлоресценцию, хлоресценцию хлорофилла, индуцируем солнечным излучением, значит, эта задача непростая, значит, тут вот канал, который измеряет хлоресценцию, есть канал опорный, где хлоресценции нет, поэтому вот, как бы, чтобы участие в подложке. Вот это не европейские станции умериц, но они похожи, значит, вначале предполагалось, что умерицый канал был подвижный, то есть можно, в зависимости от того, какие воду вы исследовали, изменять положительность правильных станций, но это все оказалось лишним полотопом, но очень быстро фиксировано. Здесь тоже есть, видите, хлоресценция, вот это опорный канал, вот это вот тоже опорный канал, а вот это вот измерительный канал солнечной хлоресценции. То есть вот если у нас сигнал, который поступает от яркости рассеянного света назад, он связан со многими факторами, то вот этот сигнал, хлоресценция, он только вот связан с хлорофиллом, поскольку это служит с хлорофиллом. Ну, зато он, конечно, слабее и мало-то не работает. Теперь вот этот вот корейский сканер ГОСИ. Значит, вы, может быть, обратите внимание, что большинство сканеров, которые были показаны, они все на полярных орбитах. Более того, эта полярная орбита солнечно-синхронная. Что это значит? Ну, представьте себе шарик, да, у нас звено шар, а вокруг него крутятся спутники. Значит, полярная орбита означает, что орбита близка, ну, почти проходит через порцию, но все-таки она слегка наклонена. Вот, но небольшой. А солнечно-синхрон, это значит, что в одно и то же время этот спутник пересекает экватор. Ну, там он сдвигается, значит, орбита его витки накручивают, там правильно собираем, порядка полутора часов, вот, кроме того, у меня не происходит, ну, в общем, поэтому, если там, скажем, где-то там в Каспийске будет, например, работать, ну, там время будет изменяться слегка, ну, слегка в пределах двух часов. Вот, и экватор, он проходит в одно время, то есть, солнечный синхрон, иначе синхронизировано с Солнцем. А это геостационарная орбита. То есть, спутник висит над экватором. Значит, если у полярных вот этих вот спутников, там, ну, с полярной орбиты высота над поверхностью моря порядка, ну, там, от 400 до 800 километров, здесь он висит на высоте порядка 20 тысяч километров. То есть, далеко, тяжелее, в общем, проходит измерение. Но он, значит, наклонён, висит над экватором, и движется вместе с землёй. То есть, он всё время смотрит на одно и то же место. И, значит, вот видите, вот центр его обозначен. Вот. То есть, ось смотрит вот в эту точку. Значит, это корейцы сделали. Поэтому, видите, вот это Корея. Корея плотная. Поэтому их, естественно, интересует то, что вокруг Кореи. Но, вообще, площадь наблюдаемая 2,5 на 2,5 тысячи километров. То есть, огромная площадь. Значит, вот если мы с полярным спутником, значит, ждём, пока он, значит, совершит оборот, полный, вокруг Земли, и, значит, как-то захватит нашу точку. То есть, с одним полярным спутником мы можем проводить наблюдение, но не лучше, чем раз в сутки. Ну, если, конечно, не на сей на юности орбиты сходят, поскольку меридиарху сходят. То здесь, в принципе, вот метеорологические спутники, которые висят, значит, висят и над Европой сейчас висит, и над Америкой с двух сторон, значит, они там каждые 15 минут проводят. Ну, здесь один раз в час. Значит, один раз в час вот вся эта, со всей этой огромной площадью получают информацию. Ну, если, конечно, облака.